Т. Вашингтон-Пост, США, сейчас мы все социалисты. Грия Бернати, Т. Вашингтон-Пост, США, 26 марта 2020 года. Хиллсбора, Огайо, ученые мужи рассуждают о том, какое воздействие пандемия коронавируса окажет на президентскую гонку, но мы уже знаем ответ. Победил сенатор Бернис Андерс или, по крайней мере, его философия. Наш марш к социализму начался десятки лет тому назад, и шел он по нарастающей. Однако наша реакция на коронавирус сделает его перманентным, поскольку избранные руководители от обеих партий остановили деятельность бизнеса, приказали гражданам не ходить на работу и разъяснили, что Америку ждут новые драконовские меры. Когда наша экономика в считанные дни была опустошена и разгромлена, о неустойчивом балансе между свободой и риском почти никто не думал. Наибольшее разочарование вызвал президент Трамп, который поначалу совершенно правильно пытался успокоить население и рынки, но, подвергшись яростным нападкам, сдался. Трамп верил страну медицинским работникам, которые по понятным причинам сосредоточились исключительно на поиске оптимальных лечебных средств. К сожалению, никто и не подумал о защите экономики и гражданских свобод, которые нуждаются в защите даже в условиях эпидемий. Причиной всего этого хаоса стал вирус, который, как отмечает университет Джонса Хапкинса, пока не убил ни одного человека моложе 10 лет и имеет показатель смертности 0,20,4% у людей в возрасте от 10 до 49 лет, после чего этот показатель повышается, так как у пожилого населения имеются возрастные заболевания, и достигает 14,8% у людей в возрасте 80 лет и старше. Нам говорили, что ограничение и закрытие – это единственно возможный способ защитить самых уязвимых. Было бы интересно опросить этих самых уязвимых и узнать, согласны ли они на разрушение экономики. Но снежный ком уже покатился от штата к штату. Одна директива влечет за собой другую. Миллионам людей приказали сидеть дома, где они ждут, когда государство разрешит им выйти на улицу. Нет сомнений, некоторые районы страны пострадали больше и нуждались в более строгих и действенных мерах. Но мерить всех на один аршин – это катастрофа. А мы только сейчас начинаем понимать нюансы и осознавать, как надо снижать опасность для людей пожилых и тех, кто находится в зоне повышенного риска. В последние дни Трамп намекает на то, что вскоре он может сменить курс и снять федеральные ограничения. Но уже слишком поздно. Экономику нельзя заводить и глушить как двигатель автомобиля. Мы живем в мире, где политики из обеих партий обещают нам жизнь без боли и без последствий. Это относится и к президенту. Когда началось движение в сторону большого вмешательства, Трамп пообещал, что рабочие с почасовой оплатой труда не лишатся зарплаты и не будут наказаны за то, в чем они не виноваты. Но в реальной жизни с нами порой происходят плохие вещи, причем не по нашей вине, и нам обычно приходится справляться с ситуацией и преодолевать трудности самостоятельно. Только в стране фантазий, какой является наше государство, люди могут подумать, что никто не лишится зарплаты, сколько бы компаний не закрылось, и сколько бы рабочих мест не было потеряно. Авиалинии, туристический и гостиничный бизнес можно спасти. Крупные компании и малые предприятия можно выручить за счет кредитов под низкий процент. Миллионы американцев получат чеки на 1200 долларов, возможно, многократно. Если бы у губернаторов в нашей стране не было достаточных оснований верить во вмешательство дяди Сэма, они, наверное, дважды подумали бы, прежде чем закрывать бизнес и промышленность. Но они почувствовали, что могут действовать безнаказанно, понимая, что сколько бы компаний не закрылось, сколько бы людей во имя общественной безопасности не лишилось работы, федеральные власти придут на выручку. И они были правы. На этой неделе наши руководители согласились выделить триллионы долларов на ликвидацию последствий той экономической катастрофы, которую они сами создали. Траты будут такие, что срочная помощь и пакеты мерстимулирования 2008-2009 годов покажутся образцом бережливости. Так мы теперь и будем жить. Выступая в феврале 2019 года с посланием о положении в стране, Трамп сказал, Америка была основана на фундаменте свободы и независимости, без принуждения со стороны властей, без засилья, без контроля. Мы родились свободными, и свободными останемся. Сегодня мы вновь решительно заявляем, что Америка никогда не будет социалистической страной. Вот так мы перешли Рубикон. Когда историки будут говорить о моменте перехода американской экономики от рыночного капитализма к демократическому социализму, они будут указывать на эту неделю. Когда видишь все это, возникает впечатление, что ты наблюдаешь за крушением самолетов за медленной съемки. Когда рассеется дым, на месте крушения будут лежать жалкие останки той Америки, которую мы когда-то знали. Усиливающееся влияние сторонников вездесущего правительства из числа леволибералов типа Сандерса, сенатора Элизабет Уоррен и члена Палаты представителей Александрия Акасия-Кортес, Александрия Ачисия-Чортес, вызвала у многих демократов обеспокоенность по поводу того, что на их кандидатов наклеят ярлык социалистов. Больше им беспокоиться ни о чем. Сейчас мы все социалисты. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.